Прошлый ролик по чит-кодам вам прям зашёл, и это замотивировало меня ещё более усиленно копать интернет, чтобы найти для вас самые интересные и самые смешные чит-коды, которые встречались в видеоиграх. И я совершенно забыл, что вы умеете выполнять мои задания, и вновь застали меня врасплох, набрав нужную сумму лайков. Поэтому давайте-ка я введу вам дозу хардкора, вот прям чтоб интересно было, и посмотрю за какой промежуток времени вы наберёте 15 тысяч лайков, чтобы новое видео по чит-кодам вышло немедленно, а не тогда, когда я этого захочу. Наберёте? Думаю, нет. Такие большие числа вас пугают, я знаю. Ну а с вами был Джать, подписывайтесь и расслабляйтесь, ведь мы начинаем. Почему 100 тысяч геймеров уже выбрали GAPESTORE.RU? Потому что у нас скидки длятся круглый год, а ключи берутся напрямую у издателей и продаются по низким ценам и без комиссии. Покупай игры на GAPESTORE. Ссылка в описании. Специальный агент TOFU. Resident Evil 2. Resident Evil не то чтобы страшная игра, но очень напряжённая, особенно первые части. Тут сама игра делает так, чтобы тебе было максимально некомфортно. Камера частенько берёт такие ракурсы, которые не позволяют до конца оценить ситуацию и заставляют гадать, таится ли опасность за границей экрана. Да и на снаряжение Resident Evil не щедрилось. Зато вот зомби на вас могла посылать целыми пачками. Довольно трудно в таких условиях сохранить целостность своих нервов, но как бы сложно не было, многие проходили игру по несколько раз и за это награждались костюмчиками и даже новыми сценариями. Один из них под названием Четвёртый Выживший открывался если пройти любой из сценариев Зеллиона или Клэр на ранг A. То есть без аптечек, без секретного оружия и с использованием не больше шести сохранений. Режим этот представлял из себя не особенно большой забег за специального агента Амбрелла, Ханка, который забрал образец G-вируса и должен сбежать с ним из канализации с ограниченным снаряжением через толпы монстров в точке эвакуации. Многим казалось, что это самое сложное, что можно было разблокировать в игре. Но был ещё один сценарий, открыть который под силу было только самым отъявленным адептом Resident Evil 2. А узнали о нём по сути благодаря Чету для версии на Nintendo 64. Прожав на экране меню вверх-вниз-влево-вправо-влево-влево-вправо-вправо LR, а затем на стике вверх-влево-вниз-вправо, открывался секретный режим с агентом Тофу. Который, собственно говоря, был большим куском Тофу. Именно за этот суровый веганский сыр нам предлагали пробежать сценарий Четвёртого Выжившего, используя только нож, что значительно усложняло прохождение. Для версии на другие приставки, кодов открывающих этот режим я не нашёл. Зато он открывался, если пройти каждый из сценариев Зеллиона и Клэр по три раза на рейтинг A. И при этом используя не больше 12 сохранений. После стольких напряжённых прохождений, игра за Тофу наверняка давала эмоциональную разрядку. Хотя, возможно, и наоборот, ведь режим был ужасно сложен. Сам агент Тофу был добавлен в игру вообще как персонаж для теста игры. Но, видимо, он так понравился разработчикам, что они сделали его главным секретом в Resident Evil 2. В дальнейшем Тофу появлялся ещё один раз в качестве врагов в одном из секретных режимов Resident Evil Dark Side Chronicle. Поэтому не надо шутить с Тофу, они суровее, чем кажутся. Новый член братства. Assassin's Creed 3. Вербовать новых ассасинов в третьей части, может быть, и можно. Но вот вызывать их по свисту, как это было в Brotherhood, нельзя. И это в основном обусловлено сюжетом. Но ведь иногда так хочется осознавать, что ты не одинок в своём убийственном ремесле, и тебе в любой момент могут прикрыть спину. Если такие мысли у вас прокрадывались, то подойдите к своему поместью, прижмитесь к любой стене и свистните. После этого сразу появится индюк, который будет следовать за вами по пятам и морально поддерживать. Но вот как-то не цивильно вести ассасинские дела с простым индюком. Но не беда. Подойдите к индюку и покормите его. За это время, успев прожать Konami код на консолях, либо 22441313E пробел на компьютере. И на индюке появится знаменитый капюшон ассасина. Вот теперь можно и кредо в массы нести с таким-то смертоносным напарником. Нет, правда смертоносным. Вспомните Far Cry 5. Там индюки были всеми четырьмя всадниками апокалипсиса в одном, который уничтожает всё, что будет их раздражать. Может быть, индюк ассасин из третьей части обучал всех индюков из Ubisoft искусство убийства? Ммм? Чёрт! Теперь я хочу, чтобы этот домысел стал правдой. Ubisoft, сделайте игру про индюков убийц. Ничто не истина, всё курлы-курлы. Старик. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. В гениальной игре от самого гения не может не быть гениальных боссов, равно как и гениальных читов. В какой-то момент по прохождению вы наткнётесь на старика-снайпера под гениальным прозвищем The End. Старик настолько стар, что чуть ли не рассыпается на части, но не ждите лёгкого боссфайта. В навыках маскировки и владения снайперской винтовкой The End просто гений. Вы можете пройти у него под носом и не заметить кряхтящего пердуна, за что поплатитесь пулей. Можно, конечно, долго и нудно бегать за стариком, ища его по следам и надеясь, что не пропустили его в одном из кустов. А можно сохраниться перед битвой и вернуться к игре через 7 дней. За это время The End устанет вас ждать и просто отбросить лапти. Гениально! Ну или можно считерить и зайти в меню приставки и изменить там дату, прокрутив её на 7 дней вперёд. Эффект будет аналогичным. Босс будет пройден. Это же просто гениально, боже, Козима-сан, окропи мою плоть, да сделай это по-гениальски, да больше фото в Инстаграм, Козима-сан, они гениальны, о, Козима-су... Человеческое оружие. TimeSplitters The Future Perfect. TimeSplitters одна из лучших игр на PS2. Она притягивала к себе не только динамикой и десятками видами оружия, но и одновременно пафосно серьёзным и абсурдно-юморным сюжетом про путешественника во времени сержанта Кортеза, который прыгает по разным временным периодам и встречается с харизматичнейшими персонажами, чтобы спасти будущее от воинственной и злобной расы инопланетян. TimeSplitters была под завязку набита контента. Сюжетную кампанию можно было пройти с другом на разделённом экране, был мультиплеер с кучей персонажей и режимов, аркадный режим, где можно было просто повеселиться, а также испытания, в которых, например, есть... Кэтрейсинг? Да, и вы буквально играете там за кота на колёсах, видимо, за сводного брата-катокоптера, который управляется как полено и любит частенько прокидываться на бок. Но лучше быстрее отойти от шока и привыкнуть к управлению, чтобы пройти это испытание хотя бы на бронзу. Потому что за это в награду вам дадут самый лучший чит, который я вообще встречал в шутерах. Данный чит меняет все звуки оружия на человеческие аналоги. И это настолько гениально, что данный чит получает от меня две Кодзимы. Привыкнуть к таким звукам просто нельзя. Каждый раз, когда ты их слышишь, на лице появляется улыбка. И воспринимать серьёзно даже самые потные и тяжёлые битвы становится, ну, невозможно. Жаль только, что данный чит работает только в аркадном режиме и мультиплеере. Сюжетную кампанию данным читом почему-то обделили. Но всё равно, Human Gun Sound один из самых лучших кодов в видеоиграх в принципе. И это далеко не все чит-коды, о которых я хотел бы вам рассказать. Их ещё целая куча. И если хотите новое видео, как можно скорее набирайте 15 тысяч лайков. Это же легко, просто кликните. Ну а если наберётся 20 тысяч, то так уж и быть выпущу новые истории за ММО. Ах, как я флексю, ах, как кликбейчу на лайки, ух. И не забывайте подписаться и включать все уведомления, чтобы не пропустить новые порции годноты. А также присоединяйтесь ко мне в группе ВКонтакте и в чате в телеге, где я буду с вами общаться. А у меня на этом всё. Пис вам, люди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok